Друзья, всем привет! Сегодня я хочу рассказать о бюджетном светодиодном проекторе TANDIAL TD-93 PRO. Поставляется устройство в относительно небольшой картонной коробке, на которой можно найти изображение самого устройства, а также небольшую наклеечку, на которой мы можем увидеть наименование модели. К сожалению, никаких технических характеристик на коробке нет. Внутри компоненты комплекта поставки упакованы очень хорошо. Все находится в боксе из пененого полиэтилена, ничего не болтается, не дребезжит, при транспортировке ничего не повредилось. Итак, комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Похоже, это какой-то универсальный пульт, здесь есть отверстие для микрофона, но, к сожалению, его здесь нет. Сетевой провод, переходничок, краткая инструкция по эксплуатации, даже не краткая, а достаточно неплохая инструкция по эксплуатации на английском языке. И, собственно говоря, сам проектор, Tandial TD-93 Pro. Устройство имеет небольшие размеры, выглядит весьма стильно и презентабельно. Корпус устройства изготовлен из белого матового пластика, однако имеются некоторые вставки черного цвета, они глянцевые. Давайте посмотрим теперь на проектор поближе. Здесь у нас блок управления устройством, сенсорные кнопки управления, они с подсветкой. Кнопок у нас 8, здесь наверху у нас два колесика регулировки фокуса и кейстоуна. На боковой поверхности у нас находятся интерфейсы, то есть разъем миниджек, АВ, два разъема USB 2.0 и два разъема HDMI. Здесь у нас находится отверстие для отвода избытка тепла. Сзади у нас стилизованный такой динамичек, IR-разъем, разъем подключения сетевого провода. На этой поверхности у нас находится пылевой фильтр, металлическая решеточка, быстросъемный отсек позволяет быстро произвести очистку проектора от накопившейся пыли. Из коробки мы видим, что линза закрыта пластиковой заглушкой-блендой. На нижней поверхности у нас находятся четыре резиновые ножки, ряд вентиляционных отверстий, а также винт регулировки наклона проектора. В принципе, если мы его выкрутим, то можем данное посадочное отверстие устанавливать в штатив. Но сейчас несколько слов о технических характеристиках устройства. Родное разрешение 1020х1080 пикселей, яркость 6000 люмин, контрастность 5000 к 1, цифровой зум от 75 до 100%, используется один динамик мощностью 3 Вт. Вот здесь при желании можно было установить штатив. Заявленный ресурс лампы составляет 50 тысяч часов. Имеется поддержка простейшего красно-синего 3D, расстояние проекции от 1,54 до 6 метров, коррекция троцепедального искажения 15 градусов. Сенсорные кнопки управления имеют неоновую подсветку. Надо отметить, что кнопки весьма чувствительны к касаниям. Это радует. По два раза нажимать на одну и ту же кнопку нужды нет. ...дня, облакошивал простови, вешал им лапшу, оставлял их с носом. Что-то я потеряла нить, куда вы клоните. А я догадалась, я знаю, это же магистр Ганзель. Припоминаете, как он похитил центральную площадь и золотую страду короля. Я думаю, вам было прекрасно слышно, как работает внешний динамик. На самом деле он работает достаточно неплохо. Он громкий в помещении, в небольшом помещении его слышно неплохо. Но на что сразу хочу обратить внимание. Данное устройство не имеет операционной системы Android. Поэтому, как обычно у подобных устройств, в проекторе TANDIAL TD93 PRO имеются сложности с воспроизведением звука, записанного в формате кодировки AS3. А точнее, он ее просто не воспроизводит. Поэтому, если вам надо посмотреть фильм именно с флешки, будьте внимательны, записывайте файлы в нужном формате, в нужной кодировке. Меню. Базовые настройки. Есть возможность поменять язык. Имеется Bluetooth. Это удобно. Можно подключить внешнюю колонку и воспроизводить звук именно через внешний динамик. Вообще, меню простейшее. Точно так же, как и интерфейс. Никакой операционной системы. Плиточная панель управления. Вот несколько языков. Ну, кстати, языков достаточно много. Еще раз хочу обратить внимание. Плиточный интерфейс. И минимальное количество настроек. И минимальное количество пунктов меню. Все же, отсутствие операционной системы встроенной дает о себе знать. Кстати, хочу обратить внимание, что устройство поддерживает обновление прошивки через флеш-карты. В меню это было видно. Можно воспроизводить текст, фото, видеоконтент. Можно прослушивать радио, либо выбирать один из источников сигнала. 2H-DMI и AV-выход. А сейчас давайте протестируем равномерность подсветки изображения. 86,6 97,1 93,1 92,1 92,1 105,8 103,6 103,6 73,3 75,4 85,0 83,4 83,4 85,0 83,4 85,0 85,0 85,0 85,0 103,4 85,0 85,0 85,0 85,0 универсальное решение для дома на самом деле имеется версия с android она несколько подороже поэтому вероятно стоит рассматривать покупки и и если вы планируете воспроизводить видео непосредственно с флеш-карта не подключать допустим активе приемнику но сейчас традиционный тест бурош на котором мы можем ознакомиться с качеством отображаемой информации при помощи данного проекта на этом я буду заканчивать мой обзор что хочется сказать проектор tondial td 93 pro это реально классное устройство компактные габаритные размеры простота в настройке и эксплуатации устройство безусловно заслуживает внимание на этом всем спасибо за просмотр ставьте под лайки под видео подписывайтесь на канал всем пока